приветствую коллеги ассалам алейкум мир дому вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен тому как полностью удалить операционную систему linux с вашего компьютера да то есть если у вас на компьютере стоит windows стоит linux и вот вам например не хватает места на ssd диски да или там еще какие-то проблемы или там нету драйверов там не подошел дистрибутивы так дальше вы решили удалить linux так вот возникает вопрос как правильно как грамотно удалить linux так чтобы ваша операционная система windows могла загружаться могла работать без каких-либо проблем вот такие у нас собственно задачи на сейчас для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко я сертифицированный инструктор академии циска и linux профессионал института кандидат технических наук по специальности информационной технологии собственно здесь я представляю университет cd ком где мы помогаем студентам начать эти карьеру а те специалистам повысить свою квалификацию повысить свою экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированные кадры ну и вот как раз сегодня мы занимаемся повышением вашей квалификации собственно коллеги мастер-класс это новый формат обучения обучение на практике или практического обучения ленн байду и поэтому собственно я вам показываю ну а вы пожалуйста за мной просто берите повторяйте и вы научитесь и вы как раз получите вот эти все навыки и умения а эти навыки и умения приведут к тому что вы будете зарабатывать больше потому что сейчас айтишники нужны как никогда и так давайте приступать значит следующий этап чтобы я хотел сказать это наш блог значит коллеги под этим видео есть ссылка на наш блог на статью где день все команды которые я буду выполнять скриншоты описание будет все это вот статейка в нашем блоге поэтому если плохо видно или видео не очень хорошие или неудобно смотреть то вы сможете открыть статью в блоге и это дело все посмотреть уже в текстовом виде поехали дальше следующее что я хотел сделать это запустить вот показать какие у меня здесь диски на компьютере до диспетчер дисков и собственно как же будет происходить вот это вот удаление линукса и так правой кнопкой мышки нажимаем на меню пуск и вот здесь есть управление дисками в результате появляется вот такой вот менеджер дисков значит что здесь интересно у меня всего-навсего один диск на компьютере это диск 0 и вот давайте посмотрим какие же здесь есть разделы вот это важно чтобы вы тоже в себя глянули чтобы вы понимали что вас где вас и как вас и так 450 мегабайт раздел восстановления это служебный раздел дальше 100 мегабайт следующий раздел 100 мегабайт шифрованный и обратите в на пене написано и у файл и и файл да то есть здесь находится загрузчик и файл собственно сейчас там на данный момент находится джиро вот то есть линукс да и мне нужно как-то восстановить этот загрузчик только уже винта завский чтобы соответственно windows могла работать самостоятельно следующий диск 86 следующий раздел 86 69 гигабайт это диск c ntfs видите здесь находится моя windows ну и собственно последний раздел 32 гигабайта здесь extender 4 здесь находится мой линукс мой моя убунта так вот коллеги если вы просто нажмете правой кнопкой и видите оказывается его еще и удалить нельзя да вот просто так вы его не удалите поэтому поэтому нужно вот восстановить в первую очередь загрузчик а только после этого вы сможете уже собственно расширить диск c до расширить том для того чтобы занять уже все свободное место и так поехали дальше следующий этап коллеги то что мне нужно перезагрузить компьютер загрузиться с флешки собственно я для этого буду использовать обычную загрузочную флешку я ее записал накануне на этой флешки находится windows 10 разрядность этого windows должна быть такая как того что вы будете восстанавливать загрузчик то есть у меня 64 бита соответственно на флешке тоже windows 64 бита значит следующий этап я устанавливаю флешку и выключаю полностью компьютер так флешка флешка есть вот она открылась да значит закрываем закрываем все закрываем пуск завершения работы завершение работы чик все выключается выключается почти выключилась и так коллеги следующий этап это нужно каким-то образом попасть в меню выбора загрузки то есть откуда мой компьютер будет загружаться мне нужно загрузиться с флешки для этого я буду нажимать клавишу f12 на разных компьютерах комбинации клавиш могут быть разные это может быть f12 f11 f10 f8 f1 f2 escape опять-таки при загрузке вашего компьютера обычно пишет bios пишет какую комбинацию клавиш нажать для того чтобы выбрать откуда вы хотите грузиться ну или погуглите в основном это легко там впишите там например ноутбук вот у меня там синг-пад длиного там до комбинации клавиш для выбора меню загрузки все и находите это элементарно и так я готовлюсь нажимать f12 нажимая кнопку включения так загорелась появилась меню написано f12 to boot меню нажал f12 и вот собственно здесь вот такие вот у меня пункты загрузки если вы посмотрите то по умолчанию видите стоит у пунту boot менеджер вот как раз от него мне и нужно избавиться да то есть мне нужно сделать чтобы у меня грузился windows да поэтому я сейчас как раз и восстановлю вот этот самый загрузчик и так флешка у меня называется сандиск поэтому я ищу сандиск обратите внимание сандиск есть двух вариантах сандиск просто и сандиск ю и фай так вот коллеги мне нужен как раз ю и фай потому что у меня по умолчанию компьютер достаточно новый да и по умолчанию это ю и фай поэтому выбираем ю и фай нажимаем enter появляется появляется windows так загрузчик windows а здесь необходимо чуть-чуть подождать сколько ждать зависит от того насколько быстрый ваш компьютер итак запустился установщик windows 10 следующее что мне необходимо это необходимо попасть в командную строку для этого я нажимаю комбинацию клавиш shift f10 может быть на некоторых ноутбуках фанкшн shift f10 и собственно появляется вот такое вот значит командная строка cnd в которой я по сути буду вводить все необходимые мне команды и так поехали все команды будут в статье в нашем блоге ссылка на нее есть под видео в этом под этим видео итак первая команда это диск парт пишем киск парт так получается я печатаю на русском языке как же переключить раскладку на английский alt shift alt shift пожалуйста я переключился на английский и так пишем диск парт так попали в диск парт диск парт так диск парт так так прекрасно здорово следующее что необходимо посмотреть это разделы которые есть на моем диске для это я пишу команду лист вольюм 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 соответственно enter ну и вот мы видим какие у меня здесь есть диски значит коллеги важно вспомнить вот ту картинку с диспетчером дисков где какой у вас был диск чтобы вы могли потом это дело все использовать да то есть помним что у меня находится ufi загрузчик на диске размер которого 100 мегабайт вот он до 450 мегабайт это был диск восстановления вот здесь таки написано восстановить вот и диск c он у меня видите имя c у него 86 гигабайт да то есть мне по сути нужно восстановить загрузчик вот в этот раздел том 2 который до который 100 мегабайт у вас могут быть другие тома в главное чтобы вы посмотрели это накануне перед тем как вот сюда попадать значит еще раз этот раздел занимает около 100 мегабайт который нужно отформатировать и туда по сути восстановить загрузчик ufi и так поехали дальше значит мне нужно выбрать этот раздел это у меня том 2 поэтому я пишу select 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 2 у вас может быть другая цифра все зависит от конкретной ситуации так прекрасно следующий этап мне необходимо отформатировать этот раздел для того чтобы я туда мог полностью восстановить загрузчик ufi windows так пишем формат форматировать коллеги если у нас ufi то нужно в фат 32 если же вы работаете в режиме legacy да то есть если у вас не юфая старый компьютер соответственно legacy boot или мбр то соответственно нужно форматировать в нтфс и это тоже важный момент итак у меня уфа и поэтому поэтому пишем фат 32 фат 32 форматировать будем в быстром режиме поэтому quick 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 так нажимаем enter пожалуйста все отформатировать коллеги важный момент еще раз не перепутайте с вашим виндовзом потому что вы можете отформатировать не тот раздел и все данные у вас потеряется вот на это нужно особенно обращать внимание таким образом я отформатировал еще раз раздел который 100 мегабайт 100 мегабайт да то есть вот этот том 2 этом я сделал select 2 select volume 2 это важно не перепутать следующий этап что мне необходимо сделать это назначить букву для этого тома 2 чтобы я мог в него установить за грузчик для этого пишем команду и сик и г letter letter ну какие у нас тут буквы c е д используются ну давайте возьмем букву к букву к так а сигнал letter так все прекрасно диск точка монтирована назначена дальше мы выходим из диск парта для это я пишу exit вот ну и дальше уже устанавливаем за грузчик это пишем бисе иди 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 бут вот дальше диск где находится моя windows это у меня cc вот обратите внимание 86 гигабайт о котором я говорил поэтому пишем с двоеточие обратный слэш windows то есть я должен указать где находится моя операционная система windows дальше слэш с дальше большая буква к двоеточие то есть куда я ставлю f и собственно пол вот такая вот команда восстановит мой загрузчик пишем нажимаем enter вот файлы загрузки успешно созданы после этого необходимо собственно опять запустить диск парт диск парт и отключиться от диска к да то есть диска нужно убрать значит поэтому я делаю select volume 2 значит так второй том опять я иду к своему второму тому и собственно делаю remove letter 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 какая у меня там letter к letter к так все прекрасно у меня все отмонтировалась лист так смотрим вот таким образом это дело все выглядеть собственно коллеги что дальше дальше пишем exit закрываем закрываем командную строку вот ну и закрываем установщик windows закрываем установщик windows собственно ну и будет выполнена перезагрузка нажимаем да и перезагрузка должна начаться так bios bios обратите внимание видите там было f12 написано вот ну и вот пожалуйста загружается мой мой windows при этом при этом вот флешка у меня в руках да то есть загрузочная флешка то есть это не за флешки дальше я ввожу пароль своего windows вот пожалуйста все у меня видите работает я возвратился windows дальше давайте зайдем еще раз в диспетчер дисков значит нажимаем правой кнопкой на меню пуск управления дисками управление дисками ну и вот пожалуйста я вернулся к той картине которая у меня была накануне значит следующее что я делаю мне необходимо растянуть вот мой диск c для того чтобы использовать полностью все свободное пространство которое после линукса значит если у вас раздел видите 32 гигабайта здесь у меня видите раздел появился да я нажимаю правой кнопкой и удалить удалить том удалить том собственно здесь находится моя убунта поэтому я нажимаю удалить этот самый том удалить том так 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 вы уверены да я уверен здесь находится моя убунта поэтому я уверен что я ее хочу удалить так думает 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 прекрасно видите 32 гигабайта не размечено дальше диск c необходимо увеличить в размерах нажимаем правой кнопочкой и вот здесь есть расширить том расширить том здесь нажимаем далее здесь все оставляем по умолчанию далее ну и необходимо нажать готово готово вуаля 117 118 69 гигабайт закрываем идем в мой компьютер ну и что я вижу я вижу что пожалуйста у меня вот 118 гигабайт да то есть мой диск теперь увеличился ну и я теперь могу вот использовать полностью все пространство собственно коллеги вот такой вот нехитрый способ да то есть как быстро правильно грамотно восстановить загрузчик windows ufi да чтобы ваша windows могла работать ну и мы полностью избавились от линукса ну а если серьезно коллеги то я вам рекомендую все-таки изучать линукс потому что линукс он везде везде то есть вот android телефон это линукс сервера на линуксе суперкомпьютеры на линуксе вот абсолютно все на линуксе да то есть куда ни плюнем везде линукс поэтому нужно владеть технологиями линукса для того чтобы зарабатывать больше линукс специалисты системные инженеры зарабатывают нехило да потому что они владеют этим линуксом но коллеги поэтому я вас приглашаю на курс который называется линукс с нуля стоит 24 доллара две недели шесть занятий где вы изучите 18 основных команд как работать с этим самым линуксом кроме этого линукс сам по себе бестолковый он подключается к сети понимаете все же через сеть идет поэтому я вас приглашаю на курсы циска на курсы по сетям где вы научитесь настраивать эти самые сети с этим всем работать кроме того коллеги кибербезопасность кибербезопасность хакеры везде да нужно уметь защищать сервера защищать сети защищать инфраструктуру все эти системы поэтому я вас приглашаю на курс введения в кибербезопасность 24 доллара две недели где вы познакомитесь с сферой кибербезопасности ну и посмотрите как можно неплохо на этом зарабатывать программирование коллеги тоже весьма весьма перспективно например DevOps инженеры зарабатывают от двух с половиной тысяч долларов без опыта работы да 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 вот для этого что нужно знать для этого нужно знать Linux сети и программирование вот 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 чего это состоит поэтому приходите на курс введения в DevOps 24 доллара правда он достаточно большой это уже не 2 недели там 10 практик где вы научитесь всему этому делу программировать если у вас возникает вопросы коллеги по теме сегодняшнего мастер-класса то пожалуйста пишите их под этим видео я с удовольствием на них отвечу если для вас это видео было полезно и вы действительно восстановили загрузчик уэфай windows и полностью избавились от линукса то поставьте пожалуйста лайк подписывайтесь на наш канал здесь будет много интересных видео полезных в первую очередь вот ну и плюс вы сможете всему этому делу обучиться и превратить свои знания в деньги на этом все мир дому вашему ассалам алейкум до встречи на следующих мастер-классах субтитры ю